Здравствуйте, уважаемые сети зрители! Это ежедневная аналитическая программа экспертиза, я ее ведущий Игорь Риковенко. Сегодня предметом нашего мозгового штурма является экспертиза оппозиции и гражданского общества. Сегодня очень активно обсуждаются разные сценарии развития ситуации. Это жесткий силовой вариант, имитация реформ, сдача Путина приближенными, то есть такой вариант дворцового переворота. Самый привлекательный, который мы обсуждали несколько раз в нашей программе экспертиза, это, конечно, вариант круглого стола типа польского или такая бархатная революция по а-ля Прага, а-ля Чехословакия. При этом возникает очевидная для всех проблема, поскольку власть не только не собирается ни с кем садиться за круглый стол, но и в упор не видит в оппозиции в гражданском обществе собеседников. И прежде чем начать обсуждать эту проблему, действительно ли у власти что-то с созрением какие-то проблемы, или действительно, в общем, особых собеседников, пока гражданское общество не выделяет из своей среды. Я хотел бы посмотреть видеозапись того, как люди на улицах отвечают на вопрос, кто сегодня в России может говорить от имени общества. Давайте посмотрим сюжет. От имени общества? Наверное, тот, кто хочет изменить что-то в лучшую сторону. Ну, от имени общества должен говорить сам народ. Он должен иметь свою какую-то гражданскую позицию и отстаивать свои интересы. Никому не верю. Считаю, что одно вроде не к другому. Все роды, просто класть и все. Дмитрий Медеев. Жириновский. Женщины, как обычно молодежь, наверное, правильно настроены. Кто угодно. Хоть я, а ты мне своих друзей и знакомых. Не знаю. Мне никто из политиков на данный момент вообще не нравится. Ну, я. Или вы. Ни господин Путин, ни господин Медведев. Только не они. Нет таких людей. Ни Зюганов, ни Явлинский. Таких я не вижу. Чулпан Хаматова, наверное. Да. Шиндорович может уступать от имени общества. Знаете такого? Вот. Кто там? Алексей Алексеевич Венедиктов. Главный редактор радио «Эхо Москвы». Вот. Кто там еще? Ну, не знаю. В какой-то мере, может, Немцов. Вот. Ну, не знаю. А вот Алексашенко, кстати. Народ. Только народ. Церковь молчит давно. Народ. Итак, сегодня участниками этого мозгового штурма являются Михаил Шнейдер, гражданский активист, давнишний гражданский активист, один из лидеров Московского объединения избирателей, еще того периода, который, по сути дела, породил демократическую Россию. И Сергей Иваненко, один из руководителей партии «Яблоко». Сергей, как вы думаете, вот действительно, вот эти 11 лет тотальной зачистки дали результат, или все-таки в советские годы никак не менее тщательно защищали, и, пожалуй, даже более жестко. И, тем не менее, почему-то сквозь асфальт пробились Сахаров, Солженицын, тот же Ельцин, а сегодня как-то не видно сопоставимых фигур. Мы рады приветствовать еще одного эксперта, Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, «Справедливая Россия». Теперь у нас все в сборе. Итак, Сергей, ваша оценка. Что произошло? Действительно, вот в результате этой зачистки никого не осталось? И почему вот еще более жесткая зачистка в советские годы, она все-таки дала совершенно другие результаты в плане лидеров гражданского общества? Как вы думаете? Да нет, я думаю, что просто мы все немного торопимся. Это естественно. Время ускорилось резко, особенно за последние два месяца. И посмотрите, обвал у власти случился буквально на глазах. После 24 сентября доверие Путину Медведева катастрофическое упало. Когда люди услышали про то, что мы тут знаете, вас вам всем морочили в голову 4 года, а мы уже давно договорились, и сейчас мы просто поменяемся. Вот тут в этом смысле возникла гражданская активность. Добавило все это, выборы добавило, когда, ну, откровенно, интернет, знакомые, просто люди увидели, что просто их не считают за любимыми. Поэтому у нас сейчас, по сути говоря, первый раунд, первая фаза политической активности. Если приводить примеры из нашего недалекого прошлого, я хочу напомнить, не с Ельцина все начиналось, и даже не с Сахарова, и не с Солженицына. А начиналось все с миллионного митинга против 6-й статьи Конституции. И там было спикеров, знаете, сколько? Я принимал участие. Вот, в том числе и вы. Тогда не было лидеров. Они появлялись потом. И это первое. Значит, второе, что я хочу сказать. Да, люди, вот их настроение, которое мы видели, они, в общем-то, почти всегда такие. Почти всегда такие. Поэтому должно пройти какое-то время еще для выражения недовольства. В этом смысле я надеюсь, что протест будет не краткосрочным. Я надеюсь ровно на противоположное на то, что надеются сегодня в Кремле. Что это будет не нечто предновогоднее, а что это будет постоянно действующий фактор. Вот эти постоянные митинги, вот эти какие-то, так сказать, общественные действия. И тогда, после прошествия определенного этапа, у людей появится вопрос, а что делать дальше? А что делать дальше? Это в этом смысле ответственность политиков. Я хочу сразу сказать, что люди, понятное дело, не верят политикам. Чаще всего это так, и, кстати говоря, во всех странах мира. Но канализировать их интересы в действия могут только те люди, которые, неважно, вот говорили там Чулпан Хаматова, пожалуйста, может быть Чулпан Хаматова, Рональд Рейган. Это могут быть актеры. Но для того, чтобы реализовать... Но, извините, Сергей, здесь очень важная вещь. Ведь Рональд Рейган, он просто поменял специальность. Он стал профессиональным политиком, так же, как Шварценеггер. Ведь когда говорят... Тут ведь есть одна история, да, связанная с тем, что когда говорят о том, что, ну как же, вот артисты, но они становятся полит... Он специально сменил, он сменил работу, он стал профессиональным политиком. И неважно, откуда он пришел. Действительно, школы, где обучают политиков, ну вот так вот особенно, нет. В политику приходят из разных, с разным базовым образованием, и математики, и историки, и актеры, и рабочие. Как Лех Валенца, да. То есть, на самом деле, вопрос ведь вот в чем. И подоплека, скажем, и вот вчерашнего голосования. Кто сегодня говорит от имени общества? Сегодня от имени общества говорят представители творческой интеллигенции? Или все-таки профессиональные политики? Или гражданские активисты? Ну, здесь вот мы не слышали консолидации, не слышали мнения. Люди говорят, от имени общества может говорить только народ. Ну, это, скажем так, это, видимо, не услышали вопроса. Вот ваше ощущение, где может быть точка кристаллизации? Потому что здесь могут быть разные варианты ответа. Ваше ощущение, все-таки гражданские активисты, политики профессиональные, уже неважно, откуда они пришли. Или, так сказать, известные люди. Вы знаете, сейчас время настолько ускорилось, что я вам не могу дать прогноз того, что будет через месяц. Я вам скажу на сегодня. На сегодня, и в этом смысле я согласен с тем человеком, который отвечал, и вы сказали, что он не расслышал вопрос. На сегодня именно народ говорит, именно народ, политики вторичны. Что естественно, когда выходит народ, все политики вторичны. Вторичны. Потом эти политики, или часть из них, или какие-то другие лица, они уже станут говорить от имени народа, когда получат соответствующую поддержку. На сегодня, на сегодня этого нет. Но ситуация в наших условиях еще сложнее, еще сложнее. Понимаете, у нас 4 марта президентские выборы. И вот здесь проблема, о которой вы говорите, а это проблема, это проблема политической неустойчивости, которая существует всегда во время таких вот полуреволюций, предреволюций. Мы сейчас дойдем до президентских выборов. Михаил, ваша оценка, все-таки вот на сегодняшний момент, кто может, кто в состоянии канализировать общественное настроение? Ну давайте по группам, да, политики, гражданские активисты, или, ну то, что называется, известные люди из числа творческой интеллигенции, артистов, певцов, журналистов. Ваша оценка. Ну, например, учитывая то, что вы делали, когда была демократическая Россия, когда было московское объединение избирателей, и когда был тот процесс. Вы знаете, я вообще остерегаюсь говорить за народ, за общество, и когда я слышу, когда в основном этот термин употребляют политики, и вот этот термин народ, я всегда не понимаю, я не понимаю, что люди под этим подразумевают. Что такое народ? Народ – это, видимо, общность, которая живет на определенной территории, да, наверное, об этом разговоры. На самом деле есть точное определение. Народ – это то, что народилось. То, что народилось. Да, вот что народилось, то и есть народ. Народились. Понимаете, я не думаю, что хотя бы один человек может взять на себя смелость и говорить, что я выступаю от имени народа. Потому что в народе существуют разные точки зрения на все. Есть люди, которые придерживаются каких-то одних культурных ценностей, есть люди, которые других культурных ценностей. У некоторых людей есть политические даже убеждения. Поэтому говорить о том, что какой-то политик или какая-то актриса или еще кто-то может говорить от имени народа – это, по-моему, некий миф. Или мы вот… Давайте аккуратнее скажем. Канализировать общественные настроения. Их вербализировать. То есть выразить, выразить. Понимаете, ну, хором скандировать народ может, конечно, но кто-то задает тон. Кто-то на тех же митингах бросает какие-то лозунги, кого-то освистывают, кому-то кричат, так сказать, пошел вон, кому-то свистят, как это было, так сказать, в Олимпийском, да, нашему, извиняюсь за выражение, национальному лидеру. А кому-то хлопают и чьи-то лозунги повторяют. Ну, вот смотрите, значит, прошли выборы 4 декабря, как бы к ним ни относиться, там было голосование. Несмотря на то, что жулики, воры и воры накидали порядка 16 миллионов голосов одной из партий, все-таки есть, даже у «Единой России» есть сторонники. Есть люди, которые ее поддерживают. Можем мы сказать, что это не народ? Нет, это часть народа, они тоже народились. Здесь сложная история, потому что, да, безусловно, 16% это прямой вброс. Значительная часть остальной части, остальной части, это, вне всякого сомнения, административный ресурс. Конечно. А еще оставшаяся часть, это, так сказать, зомбоящик, который вот промывал мозги. Но, тем не менее, им промыли мозги, и эти люди, многие из них искренне считают, у них запрос на стабильность, они искренне считают. Я ходил во время избирательной кампании по квартирам пенсионеров, поскольку был членом избирательной комиссии с решающим голосом, и просто видел, как реально люди голосуют, пенсионеры старшего возраста, там от 70, 70, 75 лет, бабушки, дедушки. Они действительно голосуют, реально никто им не подсказывает. Они сами говорят, да нет, мы там вот за партию, за единую Россию, мы за власть и так далее. Это тоже часть народа. Их не было на площади. Поэтому мы сейчас можем говорить о тех людях, которые пришли на площадь, о том народе, который был на площади. Кто имеет право говорить от имени этой площади, мне кажется, вопрос тот же очень странный. Тот народ, который собрался на площадь, он сам определяет, кто имеет право говорить от его имени. Если ему кто-то не нравится, там выступал представитель националистов, господин Крылов, его освистывали. Ну, значит, вот, когда выступал там другой оратор, ему не свистели. Люди свистели, например, Оксане Дмитриевой. Очень хороший человек, я с ней лично знаком. Но свистели не потому, что она им не нравится, а потому, что она неудачно выступала, скажем так. Вот, поэтому я бы не взялся отвечать на этот вопрос, если честно. Потому что нету такого человека, нету единого в стране лидера, который мог бы сейчас, вот, в создавшихся условиях, говорить от имени народа. Такого человека пока нет. Есть люди, популярные в той или иной среде. В среде, например, социал-демократов популярен Сергей, лидер партии «Справедливая Россия». Сергей Миронов. Сергей Миронов, извините. Извини, Илья. Значит, среди либералов популярны, допустим, Немцов, Шандорович. И вот люди, которые ассоциируются с либералами. Среди националистов популярны другие люди. Ну и так далее, и так далее. То, что собирательной фигуры нет, это достаточно очевидно. Собирательной фигуры, к сожалению, нет. Или, к счастью, нет. Потому что уже все-таки то, что ты вспомнил, то, что было 20-25 лет назад, там немножко была другая ситуация. Там народ проснулся после 70-летнего сна. То есть ты хочешь сказать, что сейчас спали мало, рано разбудили? Да. Время тут ускоряется. Не рано разбудили, а просто сейчас общественное развитие настолько идет быстро, что не удалось усыпить народ на 70 лет. И слава богу. Окей. Илья, вот здесь уже затронули дважды вашу партию. Говорили о том, что Михаил дал оценки, что Дмитриева неудачно выступила. Но это вопрос вкуса. Значит, у вас какое ощущение? Вообще, правильно ли было решение вашей партии о том, чтобы кандидатом в президенты был Миронов, а не Дмитриева? Потому что это были очень серьезные дебаты в обществе. Считалось, что Оксана Дмитриева как раз может аккумулировать этот процесс и может стать реальным собирательным кандидатом в президенты, который, в общем, перекроет Путину дорогу в Кремль. Ваша личная оценка – это правильное решение партии, чтобы был Миронов выдвинут, а не Дмитриева? Ну, вы знаете, правильно или неправильно мы узнаем после первого тура президентских выборов. У вас есть сомнения по поводу шансов Сергея Миронова? Нет, я думаю, что просто поскольку будет очевидным образом второй тур, мы до конца не знаем, кого из кандидатов зарегистрируют, а кого нет. То есть, например, я не знаю, зарегистрируют ли, например, Григорий Явлинского и Михаила Прохорова кандидатами в президенты. Потому что все остальные очевидно, что зарегистрируют. А вот с этими двумя есть вопрос. В зависимости от этого будет понятно, кто сколько голосов получает в итоге. То есть, наша партия сделала определенную ставку. Это в конечном итоге является с одной стороны политической позиции, с другой стороны политтехнологической позиции. Кого мы считаем имеет наибольшие шансы набрать эти самые голоса? Я, например, считаю, что если будет баллотироваться, например, Прохоров, то не будет такого кандидата, который механически собирает протестные голоса. Они окажутся распределенными между всеми. И в этой ситуации человек с такой более целостным позиционированием, как Миронов, имеет больше шансов. Если бы не было Прохорова, я думаю, что больше шансов было бы как раз у Оксаны Дмитриевой собрать эти самые голоса. Потому что вряд ли они будут собираться вокруг Зюганова, так же, как они собирались вокруг партии КПРФ на этих самых выборах. Потому что я думаю, что результат КПРФ в значительной степени определялся именно такими голосами. Минимум половина рейтинга КПРФ это люди, которые в жизни себя не ассоциировали бы с коммунистами, но они хотели как можно сильнее насолить Единой России. И вот за кого эти голоса пойдут с точки зрения президентских выборов, это очень большой вопрос. Пожалуйста, Сергей. Я просто хотел вернуться очень коротко к предыдущей теме относительно, как вы выразились, канализации общественных настроений. Я попробую еще раз сформулировать свою мысль. Нет сейчас общественных настроений. Точнее, есть одно. Люди вышли на улицы с одним лозунгом, который находится в заголовке этого митинга. Люди сказали, нам нужны выборы. Мы хотим выбрать. Не крадите наш голос. Очень далеко еще от этой темы к вопросу о том, кого эти люди считают своими президентами, депутатами и так далее. В этом смысле там действительно очень разные люди. Там очень много сторонников Яблока, например, на этом митинге. Почему? Потому что нас обокрали, и это все видят. Там есть сторонники Миронова, есть сторонники Зюганова, Жириновского даже. Хотя вы обратите внимание, что сейчас сказал там Зюганов и Жириновский. Они сказали, эти люди это оранжевая проказа. Понимаете? Но Зюганов от этого отмежевался. Вот у нас завтра на митинге будет Смолин, которого официально КПРФ делегировала на митинге. Да, Смолин это очень специальная история в КПРФ. Он сказал сначала отменить выборы, потом отмежевался. Потом сказал оранжевые проказы, опять отмежевался. Ну, это всегда так. Всегда, да. Ну, я сейчас не оранжевая проказа, но меня это сейчас... В этом смысле, вот лично для нас, ключевое значение имеют сегодня президентские выборы. Насколько они пройдут, даже если они пройдут также имени Чурова. Потому что сейчас, вы говорите, второй тур неизбежен. Я вовсе не уверен, что Путин вообще гарантирован к выходу во второй тур. Понимаете? То есть это будут конкурентные выборы. Поэтому, вот если говорить о нашей партии, мы бы шли дальше вот того митинга, который предлагают, и мы предлагаем следующее. Прекрасно, Дмитрий Анатольевич внес там 100 тысяч подписей вместо 2 миллионов, что является запретительным арьером. Там новые партии. Замечательно, введите закон в действие с 1 января 2012 года. Введите. Кто вам мешает? Вся дума ваша. Нет, этого нельзя сделать. Почему нельзя? Потому что закон не имеет обратной силы, выбор уже объятный. Нет, закон не имеет обратной силы только в одном случае. Если он умаляет права граждан. А если он их расширяет, он имеет обратную силу. А кто-то скажет, что это умаляет. Не умаляет. Нет, надо сначала отменить эти выборы, а потом заново. Илья, на самом деле у нас есть Конституционный суд. Да, Конституционный суд, да. Вы знаете, кто первый будет выступать, кто второй, кто третий. И они якобы будут выражать общественное мнение. Это не так. Не так. Общественное мнение мы узнаем на первых, первых свободных президентских выборах в России. 96-й год. Мы все с вами отлично помним, как они проходили. И какие фальсификации там были в пользу Ельцина. Так вот, без этого общественного мнения мы никогда не узнаем. Никакие аналитики, никакие аналитики на это не способны. Не, ну мы обсуждали здесь уже вот в этой студии, в программе экспертизы, мы обсуждали не только Чурова, но и тех волшебников, которые называют себя социологами. Я публично предлагал господину Гудкову, руководителю Левады Центра, переименовать возглавляемую им организацией в Чуров Центр. Потому что он... Аскабам. Да, он, так сказать, да, вот это Чуров Центр, потому что он перечурил с Чурова. Он дал больше голосов Единой России. С этим все понятно. Ну, здесь прозвучало, на самом деле, два прогноза. Илья, вы сказали, что Путин обречен на второй тур. Вы, Сергей, сказали, что Путин может даже не выйти на второй тур. Это ваши прогнозы. Это не прогноз, понимаете? Тут не время прогнозов. Это не исключенная вероятность. Это зависит от политических действий, понимаете? Понятно. Какие политические действия и чьи конкретно могут привести к тому или иному варианту? Вот какие политические действия могут привести к тому, что Путин не выйдет во второй тур? В данном случае требования общества. Требования общества относительно того, как пройдут президентские выборы. Вот вы знаете, мне, наверное, сильно не повезло в жизни, но я никогда в жизни не видел общества как такового. Я видел конкретных людей. Причем, одну секундочку, Сергей, вот здесь мы с вами очень сильно расходимся, потому что я убежден, что в конечном итоге какая-то группа людей или один человек может серьезно изменить ситуацию. Когда в 1918 году у немцев была такая же точно большевистская революция, тогда довольно толстый пожилой начальник генштаба, немецкого генштаба, просто сам взял, вот своим толстым животом лег за пулемет и покосил, так сказать, наступающих на рейхстах большевиков. Я не утверждаю, что если бы, так сказать, они добежали до рейхстага, то история Германии была бы совсем другой, там, 1933 года. Но это ситуация, когда поступок довольно много меняет. Так вот, вопрос совершенно конкретный. Как вы считаете, какие действия конкретных политиков, конкретных политических сил могут привести к тому, что Путин не выйдет во второй тур? Игорь, вот давайте еще раз, еще раз. Во-первых, уже привели. Уже привели. То есть он уже не выходит? Нет, подождите, подождите. Уже привели. Уже приняты те решения, по которым в 2000, ну, по крайней мере, заявлены. Это какие такие? Это кем, простите? Заявлены президентом Медведевым. Это вы про Медведева? Нет, я бы говорю про то, что заявлено, что партия будет из 500 человек. Когда? Так вот, ну, вы меня перебивайте, не даете. Я даже запятые не ставлю, а вы уже вставляете. Хотя бы после запятых. Я вам еще раз говорю. Они уже приняты, то есть уже давление состоялось. Только там есть одна мелочь. Это все состоится в 2018 году, может быть. Понимаете, о чем речь? А я предлагаю сделать это в 2012 году, сказать, выдвигается, выдвигается кандидат, который собирает 300 тысяч подпись, регистрируется партия, в которой 500 человек, и она выдвигает кандидата в президент. Здорово. Вы расставили все запятые, теперь слово Илье, пожалуйста. Потому что вы предлагаете, но президент это предлагает сделать в 2018 году, вы предлагаете делать сейчас. Президент у нас много чего говорил и много чего предлагал. Результаты мы знаем. Пожалуйста, Илья. Смотрите, просто исходя из результатов парламентских выборов. Там есть разные точки зрения, сколько получила реальная Единая Россия, но это где-то между 25 и 30 процентами. И ее объективный рейтинг. Это означает, что у нас есть порядка 70 процентов, не то что населения, а людей, которые в прошлый раз пришли на выборы, которые голосуют против Единой России и, соответственно, проголосуют против Путина. Значит, основной задачей, чтобы Путин не вышел во второй тур, является эффективная мобилизация вот этих самых 70 процентов. И здесь, соответственно, вопрос, что должен делать политик, да, то есть он должен обеспечить привод этих людей на избирательный участок. Раз. Блокирование незаконных действий председателей участковых избирательных комиссий. А это, я хочу сказать, вполне решаемая задача, потому что это обычные учителя, которые никто не хочет лезть там на амбразуру за редким исключением. И как только они видят, что за ними действительно смотрят и действительно их личному благополучию угроза, а сейчас они будут более пуганные, потому что итог этих парламентских выборов, соответственно, пришел вот к выводу людей на улице. Соответственно, они будут понимать, что защищать их будут меньше с точки зрения там административной защиты. Это, соответственно, их можно допугать до конца, чтобы они считали честно, да. И, наконец, третье, это работа с той частью избирателей, которая не ходила голосовать, а это 40 процентов населения, которое, как мы понимаем, процент настроенных скептически по отношению к власти еще выше, чем те, которые до этих выборов дошли. Вот, соответственно, тот из кандидатов, кто сумеет сработать с этой аудиторией, гарантирует то, что Путина во втором туре не будет, если такой найдется. Вот два политика, по сути дела, перенаправили ответственность за то, что должно произойти, ну, тому, что называется гражданскому обществу. Потому что, ну, как, ну, вы сказали, что народ... Кажется, извините, а избирателям, потому что на выборы решают избирателям. Избирателям, то есть, но избирателям не каждый по одному, а как-то объединенным. Поэтому я задаю вопрос, Михаил, вам, потому что на самом деле, как бы... Представители гражданского общества, как выяснилось, это я. Нет, ну, там, мы не будем в теории... Избирателя. Да. Избиратель. А у вас избирателя? Избирателя. Конечно. А у вас избирательные комиссии. Михаил, я помню хорошо выборы и 89-го года, и выборы, когда избирался Верховный Совет РСФСР, и в значительной степени судьбу этих выборов, во всем случае, в Москве, решало Московское объединение избирателей. В значительной степени. Вот кого оно поддерживало, тот выигрывал. Во всем случае, депутаты Верховного Совета РСФСР, они все прошли вот через Московское объединение избирателей. То есть, в известной степени политический рынок выглядел так. Вот политики выкладывают свой товар на этот рынок, а от имени покупателя выступало объединение избирателей. Вот на сегодняшний момент вы можете сказать, как вы будете распоряжаться вот этим потенциалом? Вообще, реально сегодня сделать то, что, по сути дела, поручил предыдущий митинг, 10-го числа на Болотной, создать объединение избирателей? Это реально сейчас? Я думаю, что это реально, и на завтра запланирован ряд конкретных действий, в том числе, этот пункт будет внесен в резолюцию митинга. А резолюция все-таки будет? Будет текст, который будет предложен собравшимся на площади. Это его решение, как раз о создании пресловутого союза избирателей. Я извиняюсь, что я... Сергей, если можно, я все-таки хотел бы докончить свою мысль. Значит, ряд конкретных действий, одно из них, действительно, это будет пункт в резолюции или в решении, которое будет доложено, и люди будут, будет призыв к собравшимся на площади создавать эти ассоциации избирателей не только в Москве, но и в других регионах страны. То есть, речь идет о создании ассоциации избирателей России. Это первое. И там будут распространены анкеты. Мы ждем, что волонтеры будут распространять анкеты, где человек сразу будет записываться в эту ассоциацию. Насколько этот призыв услышат избиратели, мы посмотрим. Значит, пока сказать очень трудно. Я тут согласен с Сергеем Иваненко, что все-таки мы немножко пытаемся забежать вперед. Это вчерашний еще показал оргкомитет, который состоялся в этом здании, в этом помещении. Все-таки политики немножко забегают вперед. Мне кажется, действительно Сергей прав, что пока людей вывел на улицу протест, ну, скажем так, не могу больше молчать, не могу терпеть, когда мне нагло врут. Достали. Достали. Нагло врут. Вот я не могу. И человек выходит. Мы, кстати, на завтра запланировали провести опрос общественного мнения среди собравшихся на митинги. Мы попытаемся определить как раз с какими настроениями, какие преимущественные настроения вывели людей на площадь, чтобы не быть голословными. Я думаю, что если... Сейчас можно гадать на кофейной гуще, окончится ли эта акция успехом или нет. Посмотрим. Если такой запрос в обществе существует, то мы получим как раз обратную связь. Тут же прямо на митинге мы будем знать, сколько людей, какой процент, потому что охват будет стопроцентный. Мы сделали 100 тысяч анкет. То есть получат в руки каждой присутствующей на митинге эту анкету. Если охват будет серьезный, если процент охвата будет значительный, тогда, да, мы сделаем вывод, что запрос такой в обществе есть. В том обществе, которое выходит на митинг, и которое достали, тех избирателей, которых достали. Я бы хотел немножко в данном случае вернуться чуть-чуть назад по поводу президентских выборов и того, какие органы будут принимать решения о переносе президентских выборов и так далее. С моей точки зрения, фальсификации были столь чудовищные, что невозможно сейчас определить, какое же реальное было волей заявления избирателей. Поэтому одно из требований митинга 10 декабря было отменить результаты выборов. Сейчас готовят несколько партий системных, готовят иск. Там две системные партии, это Яблоко и КПРФ. Справедливая Россия. Прошу прощения, Яблоко. Нет. Иск готовит Яблоко и Справедливая Россия. Яблоко и Справедливая Россия, КПРФ собирается к ним примкнуть. И плюс Парнас, несистемная партия. И плюс несколько физических лиц. Значит, если такой иск будет подан в Верховный суд, мы завтра на митинге будем собирать подписи в поддержку этого иска. Эти подписи, несколько десятков тысяч, я уверен, мы соберем, они будут в поддержку этого иска поданы. Если такой иск в Верховный суд будет подан и Верховный суд примет то или иное решение, тогда ситуация будет немножко по-другому выглядеть. Сейчас можно гадать. Я считаю, что действительно президентские выборы должны быть перенесены. Это можно сделать в том числе и декретом президента. Дума сейчас нелегитимна. Если Верховный суд примет решение отменить результаты выборов, там есть основания в 92-й статье закона о выборах депутатов Госдумы, то тогда политическая ситуация станет совершенно другой. Мы намерены, лично я приложу к этому все усилия, чтобы наращивать давление на власть. Потому что власть, конечно, понимает только силу. Силу не в смысле оружия или какого-то еще. Она понимает, когда на улицу выходит много народу. Она начинает чесаться. Все последние действия Медведева, как бы он не строил хорошую мину при плохой игре, они как раз, это вынужденные действия, это тот самый ответ, который власть пока дает на действие. Скорее, это все-таки имитация ответа. Конечно, это имитация. Но, тем не менее, раньше он эту имитацию не производил. Да, там очень резко поменял мнение, буквально за несколько месяцев кто говорил, что при нашей жизни никаких выборов губернатора не будет. Теперь, значит, через буквально короткое время говорит, что нет, это вот надо, назрело. Все прекрасно понимают, что это имитация. И, тем не менее, слово сказано. Несмотря на то, что Медведеву, ну, во всем случае у меня в последнее время никаких оснований верить ему, доверять совершенно нету, потому что он много говорил правильных, красивых слов, ни одного из них он не реализовал. Но, в данном случае, политический шаг сделан. Надо наращивать давление, надо проводить митинги следующие. Я думаю, что следующий митинг, надо завтра будет объявить дату следующего митинга. С моей точки зрения, это должно быть 20 числа января. Кроме этого, надо объявить о создании Всероссийской ассоциации избирателей, ассоциации избирателей России. Надо объявить о начале кампании по сбору подписей за отмену результатов выборов. И надо начинать уже с завтрашнего дня президентскую кампанию. То есть, кампанию под лозунгом «Не пустим Путина в Кремль». То есть, то, что говорит Илья Илья... Да, пожалуйста, Сергей. Можно? Я рад, что я не перебил Михаила, потому что я согласен с тем, что он говорит. Хотя времени мало осталось, но я просто хочу сказать об одном. Вот смотрите, 20 января. Ну, это все правильно, да? Перевыборы, давление общества, все это замечательно. Есть практическая политика, понимаете? Мы теряем время. Вот 20 января будет митинг, будет продолжаться давление. 18 января, последний день, сдача подписей, 2 миллионов сдачи подписей в ЦИК, для того, чтобы допустили кандидата Григория Явлинского. Прохорова, я думаю, допустим, но это уже мое мнение. Так вот, я хочу сказать о том, что даже если предположить, что стратегия «Не пустим Едину Россию в Кремль» была правильной, «Голосуйте за всех остальных», на президентских выборах, она просто нелепая. Понимаете? Что значит «Голосуй за любого из пяти кандидатов»? Это что? Прошу прощения, я этого не говорю. Так я поэтому, нет, я просто, я не с вами в этом случае спорю, я в этом случае спорю с постановкой вопроса Игоря Александровича. Не уверен, что даже с ним спорят. Я просто говорю о такой постановке вопроса. Ну, вы как-то определитесь, да. Я говорю о постановке вопроса, который уже озвучивается. Наша главная цель – не пустить Путина в Кремль. Дорогие мои, а кто будет президентом? Вы как? Вам все равно, будет ли это товарищ Зюганов, сталинист? Будет ли это такой карикатурный националист Жириновский? Это вам все равно? Вот мне лично не все равно. И если будет московский клуб избирателей ставить штампы всем пятерым, значит будут и другие клубы, понимаете? Поэтому я еще раз хочу сказать, сейчас задачи нужно решать более динамично. Сейчас время, время на самом деле работает на власти, работает против нас. Если чем быстрее мы начнем принимать серьезные решения, надо вот, вот почему никто из тех людей, которые борются за то, кому первым выступить на митинге, практически никто, не выдвинулся кандидатом в президенты? Вот почему? Это мой вопрос. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет, потому что, мне кажется, некоторые противоречия есть. С одной стороны, вы говорите, что мы очень сильно спешим, с другой стороны, сейчас вы только что сказали, что, так сказать, мы опаздываем. То есть это вот разные постановки. Мы спешим искать Ельцина. Понятно. Но выборы-то будут. Да. Да и бог нам эти опять Ельцина. Ну, давайте посмотрим, как люди на улицах отвечают на вопрос, кому из общественных и политических деятелей партии выберет. Ну, на данный момент, вы знаете, выбрать очень сложно. Но то, что не Единая Россия, это однозначно. Яблоко. Это, по-моему, единственная партия, которой можно доверять, которая действительно достойна голосов. Никому не верю. Давно уже. Уже смирилась с этим. Ну, Единая Россия, конечно. Никому не доверяю, потому что не вижу, что меняется в лучшую сторону что-то. Потому что сейчас любую партию возглавляют люди, которые хотят вместо Путина кормушку занять. Ну, я не верю в политиков. Яблоко, наверное. Ну, мне больше нравится. Ну, уж точно не Единая Россия, однозначно. Я думаю, нужно дать шанс более мелким партиям. Там, яблоко, что-то такое подобное. Но не Единая Россия, однозначно. Ой, сейчас никакой. Просто некому доверять. Если честно, никому. Потому что, прежде всего, как говорится, все говорят, но не выполняют ничего. У нас уже нет политической силы. Ну, сейчас, в общем, как бы молодая справедливая Россия. Но она еще себя не показала, поэтому не могу. А остальные партии не доверяю. Никакой абсолютно. Да, есть определенные мысли коммунистической. Илья, ваш прогноз. Могут ли вот эти события на Болотной и на Сахарова сформировать какой-нибудь общественно-политический субъект и выдвинуть все-таки, ну, более-менее консолидированного лидера или группу лидеров на президентские выборы? Я думаю, что это очень маловероятно. Другое дело, что я думаю, что вот эти все события, они пробудят те силы, которые уже сформируют новые политические субъекты. Потому что я не могу, например, я левый человек, я никогда, например, с националистами, которые будут завтра на митинге, не объединюсь. Ровно так же я не объединюсь и с теми либералами, которые, я считаю, отвечают за 90-е годы, отвечают за ту конституцию, которая привела к власти Путина. Потому что мы в 93-м говорили о том, что принятие этой конституции закономерно приведет к созданию в стране авторитарной власти. Так оно и произошло. Пока был Ельцин, к нему можно по-разному относиться. Но у него были какие-то там демократические внутренние принципы, да, то есть он лично балансировал, да. То есть как только он исчез, вот мы получили то, что мы сейчас получили. Да и вообще, не дай бог нам опять получить человека, который выражает волю всего народа. Выражать волю всего народа, это значит не иметь никаких политических взглядов. Это значит объединяться исключительно по принципу против, а не по принципу за. Я считаю, вот на самом деле, одно из главных достоинств, например, того же Явлинского, да, то есть о том, что он все время последовательно выступает за одну и ту же позицию. К сожалению, поскольку все остальные предпочитают позиционировать себя как меньшее зло, то они получают все время больше голосов, чем получает Явлинский, да, потому что эта повестка дня все время забивается, да, конструктивная. Но мне кажется, что вот именно, вот именно, вот те люди, которые вышли на площадь, поскольку они аполитичны, они вот в гробу ведут всю эту политику, да, то есть они считают, что все политики в одинаковой степени засранцы. И поэтому они хотят, чтобы им объяснили, почему они туда вышли. Они сейчас понимают, что нечестно, да, а за что мы, они все про это спрашивают, все все время говорят, скажите, за что мы выходим, скажите, куда мы пойдем, скажите, что нам делать. И благодаря вот этим... У нас есть своя платформа, у левых, безусловно, да, она есть у справедливости, у левого фронта и у КПРФ, да, они есть, они отличаются нюансами, то есть люди могут выбирать, исходя из там, из тактики действий, да, то есть, но наши там стратегические устремления, они одни. Я думаю, что такая же позиция может быть у либералов, такая же позиция может быть у националистов. Но возвернуть дискуссию вокруг этой позиции для того, чтобы люди начали консолидироваться вокруг каких-то взглядов и породили бы тем самым новые лица, не унаследованные 30 лет назад, да, то есть, а породили бы новые лица. Я думаю, что вот это то, что будет сейчас происходить, вот этот вот всплеск, он приведет именно к этому. Я думаю, что когда мы вот добьемся нашей цели, будут проведены, наконец, честные выборы, я думаю, что ни одной из существующих партий на политической арене не будет, без исключения, да, я думаю, что это относится и к Единой России, и к Яблоку, и к КПРФ, и к справедливой России, я думаю, что все субъекты будут переформатированы вокруг вот этих вот трех главных сейчас идеологических платформ, и я думаю, что там будут выдвинуты совершенно новые лица. Сергей, вопрос, который вы сформулировали для первого раунда, вы сказали, что сейчас первый раунд, так сказать, боксерская такая терминология, значит, итак, вопрос для первого раунда, который мы, видимо, сейчас уже проходим, это, ну, прошли, да, это вопрос, верните наши голоса, верните наши голоса гады, примерно так, да? Значит, сейчас, я так понимаю, мы вступаем во второй раунд. Каков лозунг и вопрос второго раунда? Он лозунг разный, лозунг разный. Вот наш лозунг такой, голосуйте за программу Яблоко, за Явлинского, кандидата в президенты, наша программа первая, вторая, третья, то, о чем говорил Илья. Если мы убедим большинство людей, которые, может быть, ошибочно голосовали за коммунистов, с нашей точки зрения, или за справедливую Россию, или за ЛДПР, тогда мы выиграем. Для этого нам нужны честные выборы. Если мы не убедим, значит, выиграет, я не знаю, Миронов, понимаете? Вот что не складывается в вашей позиции, понимаете? Безусловно, у каждой политической силы будут разные лозунги на второй раунд. Получается, что единого лозунга второй раунд вообще не имеет. А его бы хотелось завести. Понимаете, второй раунд очень короткий. Второй раунд очень короткий, подождите. Значит, профессиональный бокс 15 раундов. Это второй. Вы рассчитываете на такую стаерскую дистанцию? Нет, эту жизнь покажет. Знаете, я помню хорошо 90-е годы. Первый митинг был миллион человек. Помните? Миллион. Нет, такого не было. Я был организатором, я вам могу сказать. Я вам скажу так. Вышли люди, люди вышли на улицу. Это не митинг людей, которые на Манежной, незастроенной стояли, а это еще на улицах. Знаете, кто вышел на улицу. Ну вот, последний митинг, в тот момент, когда уже, по сути, Ельцин уже был, так сказать, он 90% в Москве получил тогда. Значит, на митинге было 500 человек. Дело не только в митингах и в их лозунгах. Понимаете? Не только в митингах. Дело в том, как требования людей, которые были услышаны и восприняты, были реализованы в политическом действии. Сегодня, я согласен с вами, если бы мы выстраивали повестку дня, может быть, второй раунд был бы не этим. И президентские выборы были бы там пятым раундом. Но на сегодня просто надо решать задачи, которые существуют. Мы можем сейчас обсуждать тему о том, что давайте не будем обсуждать президентские выборы. Так они и пройдут без нас. Надо в этом случае, в этом случае, вот сегодня, потому что уже время идет, каждый день уже все потерян для этого второго раунда. Что касается общей демократической задачи и изменения этой политической системы и окончательного изгнания путинской группировки из власти, всех его чиновников, всех этих, так сказать, людей, которые наживались на нас вот эти все годы. Это довольно долгая задача. Не надо питать иллюзий. Это не вопрос, что мы там в январе, знаете, решим этот вопрос. Это не так все просто. Тут просто надо быть последовательным и понимать ситуацию и действовать в соответствии с ней. Вот это вот прагматическое реалполитик, да, то есть это, конечно, все хорошо, но мне кажется, вот любой кандидат в президенты должен идти сейчас с одной простой программой. Когда я приду к власти, я изменю избирательное законодательство согласно тем требованиям, которые выдвигает Болотное и объявлю новые выборы и парламента, и президента. Если с этой программой пойдет Жириновский, я ему не поверю. Ну, это другое дело верить в это или не верить. Я ему и просить об этом не буду. Одно дело верить в это или не верить, но это принципиально на самом деле, потому что, вот вы абсолютно правильно видите, ведь никто не может сейчас из кандидатов, которые снизу поднимаются, участвовать в этих самых выборах. У вас есть хотя бы партийная платформа, да, то есть вы выдвигаете. Вот тот же самый Алексей Навальный, может он принять участие в этих выборах? Нет, он не может принять участие в этих выборах. А он очень много набрал бы голосов на этих выборах. Я могу сказать, как человек, который вот сейчас проходил через избирательную... Он просто не захотел этого делать. Это технически невозможно собрать 2 миллиона подписей, но собрать 500 человек с паспортами... Ну, а что, ну, собрали 500 человек, а дальше что, да, то есть еще быть неудачником, который не смог дальше идти. Это некая безответственность, понимаете, собрать 500 человек, заявиться, очевидно, понимая, что на каком-то этапе придется... Ну, хорошо, вставать в ряд городовых каких-то... Вот у меня... Нам же тоже собирать 2 миллиона. Одну секундочку, смотрите, это понятно. Значит, подождите, Михаил, ну, понятно. Значит, здесь есть одна история очень важная. Вы правильно говорите, что вот первый тур, первый раунд, он выдвинут единый лозунг для всех. Вот общий знаменатель, верните наши голоса гады. И это очень правильно. Вообще в политике выигрывает тот, кто умеет, так сказать, сделать некоторый лозунг, который, ну, против которого никто не сможет возражать. Да, значит, тот же самый Махатма Ганди, который не был политиком, а был представителем гражданского общества типичного, он умел суммировать все и выдвигать те лозунги, которые разделяли практически все. Его ненавидели все политические оппоненты, но вынуждены были с ним считаться, вынуждены были соглашаться. Значит, вот я все-таки пытаюсь понять, Илья, какой политический лозунг второго раунда, выражаясь терминологией и систематикой Сергея Иваненко, мог бы быть доминирующим? Вот ваши ощущения. Вот мы сейчас после, вот перед этим митингом действительно вступаем во второй раунд. Какой лозунг, какой выразил бы все настроения? Потому что это неверно, что настроения разные, их невозможно. На самом деле тот же самый Ельцин сумел, он ничего не понимал в экономике, он ничего не понимал в государственном строительстве, но он сумел выразить общее настроение, борьба с привилегиями, большая свобода и так далее. Это был лозунг, который поддерживали все. Все. Ельцин шел с лозунгом «Долой партнер Минклодур». Сейчас есть вариация того же самого лозунга. Нет, подождите, подождите. «Долой жуликов и воров». То есть это понятный лозунг, который все разделяют. Вот ваши ощущения. Даже единая Россия. На втором раунде какой лозунг может действительно стать доминирующим и какая цель конкретная? Игорь, я почему это говорю? Как Ельцин шел «Долой партнер Минклодур». И в результате его прихода к власти партнер Минклодур только выросла многократно. Так же и здесь. Если идти только с лозунгом таким митинговым «Долой жуликов и воров», то где гарантия, что потом жуликов и воров не станет больше? Погнали одних, пришли другие более голодные и начали, соответственно, там что-то дербанить. То есть в условиях не сложившейся политической системы, не развитой, когда нет фильтров, нет конкуренции, когда мы приходим к власти, ну я не буду говорить слово, революционным путем, но в ситуации жесткого противостояния, соответственно, будет выносить наверх наиболее радикальных политиков, вне всякого сомнения, это очень высокая вероятность, что так оно и произойдет. Поэтому то все-таки ответственный лозунг должен заключаться в том, что дайте свободные выборы. Давайте сформируем политическую систему, там вся власть учредительному собранию, давайте сформируем устойчивую политическую систему, проведем честные выборы. Вот как они сложатся, так и двинемся дальше. У меня один вопрос к вам, Сергей. Скажите, пожалуйста, а вот нет ощущения такого, что вот то, что Россия все-таки на сегодняшний момент, очевидно, ходит по кругу вот этой персоналистской авторитарной власти, по сути дела, самодержавия, это история не связанная с персоналиями. Конечно, биография Путина о многом говорит, но нет такого ощущения, что в условиях абсолютно неограниченной власти, которую получает президент, вы говорите, президент, который может идти сейчас на выборы, будет говорить о том, что он проведет честные выборы, он все отменит и так далее. Да не сделает это ни один президент, поскольку когда он приходит в Кремль, он становится абсолютным неограниченным властителем, полномочия которого несравнимы ни с романовыми царями, ни с американским президентом. Жесточайшая президентская демократия Соединенных Штатов Америки, полномочия российского президента неизмеримо выше. И нет ли такого ощущения, что надо что-то все-таки выходить с идеей в консерватории что-то подправить? Может быть, надо выходить с идеей вообще серьезной конституционной реформы? Потому что я не знаю, вот если Навальный станет... Что сказал про учредительное собрание? Да, учредительное собрание, серьезная конституционная реформа. Потому что кто бы ни пришел, ну, я не говорю о таких людях, как Жириновский и так далее, придет Навальный, ну, хорошо, ну, это фантастично. Я знаю, знакомый с работой Явлинского «Ложная легитимность», которая вышла полтора года назад. Там как раз и было написано «Поручредительное собрание». Наше общество, даже интеллигенция, вообще даже не обратило внимания. Но это к слову, я сейчас... Сейчас именно вот время. Время вот именно обсуждения таких вопросов. Но я просто хочу сказать, я не знаю, сколько у нас времени, поэтому я все тороплюсь. Значит, я просто хочу сказать, что нет. Я не думаю, что наш народ какой-то особый, особо склонный к патернализму и про конституцию. Вот знаете, я просто вам приведу пример вот тех людей, которые действительно брали власть и стали монополистами. Как это потом разворачиваться, это другое. Они, понимаете, они чувствовали основной запрос народа. Вот Ленин, например. Социализм был основной запрос народа. Социализм. Левая идея. Она была невероятно популярна в начале века. Она была просто господствующей в общественном мнении. Поэтому революции были не только в России, они были и в Италии. Заводы захватывали, понимаете? Или, например, Ельцин. Ельцин, я не согласен, никакая партнер-минклатура не привели. Это была часть вопроса. И тогда особо не верили, и, в общем-то, подсмеялись, когда он ездил в троллейбусе. У него была другая идея. Он говорил, демократия. Демократия, и люди говорили, да, надоелая вот эта монополия, нам нужна многопартийная система. Нам нужна демократия. И поэтому за ним пошли. Пошли за ним, а потом, разочаровавшись, Ельцин сказали, так это вот демократия. Да ну эту демократию. Понимаете? Сегодня, сегодня, в этом смысле, вот, я не готов сказать, какая вот у людей национальная идея. Я думаю, что на данном этапе, она примерно такая, она менее радикальная, чем тогда. Тогда все-таки ситуация привела к изменению общественного строя в целом. От коммунизма к демократии. Ну, в том виде, в котором и люди понимали, и как вот все политики строились. На сегодня все-таки, ну, как бы запрос другой. Люди говорят так. Хорошо, мы пока с вами не обсуждаем вот, вот, общее устройство нашей системы, власти. Ну, уж как минимум, не воруйте голоса. Уж как минимум, решите проблему там с олигархами. Понимаете? Это не того класса задача, не слом коммунистической системы как таковой. Эта задача вполне реально, вполне реально ее решать. Окей, смотрите, Михаил, вот реальная ситуация. Значит, вы, по сути дела, ну, я не говорю персонально вы, да, но вы участвовали в организации вот этих вот гигантских митингах. Ну, конечно, миллиона там не было, но, по крайней мере, так сказать, свыше... Ну, 700 тысяч было. Да, свыше, так сказать, 700 тысяч там было. Это достаточно очевидно. Ну, по сути дела, разница небольшая. Политически это миллион. Политически, хорошо. Замечательная формула, Сергей, я возьму на вооружение. У нас все митинги, знаете, как... А политически уедино в 1, по данным организаторам, по математическим 30. Да, возьму на вооружение. Политически по Чуровскому... ...20 тысяч по Чуровскому. Хорошо, значит, итак, вопрос. Вы были организатором вот этих митингов. Вы были одним из организаторов Московского объединения избирателей. То есть вы, по сути дела, создали вот эту вот волну, участвовали в создании вот этой волны, которая вынесла Ельцина и, ну, вот эту партноменклатуру, которая... И чекистскую в дальнейшем номенклатуру, которая захватила все. Значит, потом была Конституция 93-го года, которая, по сути дела, создала вот этот вот самодержавный режим. Потому что, ну, вообще выковырять президента, если он этого не хочет, из Кремля при нынешней ситуации невозможно абсолютно. Просто совсем нельзя, никак. Больно, для этого и было написано. Так возникает... Именно под Ельцином, я прошу. Да, она была демократом. Я не буду говорить о том, кто, так сказать, стоял у истоков в присутствии Сергея Иваненко. Я не буду говорить о том, члены какой партии, так сказать, там участвовали. Мы все это помним. Да, и какую позицию они занимали тогда. И как переписывалось это за день до того. Да, да, да. Не будем говорить о стараниях Виктора Леонидовича Шеница. Читайте Шеница. У него вышел первый том, который... У него два тома. У него уже три тома. Три тома, охватывающие два года. Совершенно верно. Не будем, Сергей, не будем говорить о вашей ответственности за то, что в результате получилось. За наш ответственность. Мы были против Конституции. Мы голосовали на референдуме и шли на выборы против Конституции. Хорошо. Но, тем не менее, так сказать, у истоков стояли члены партия. Первый, кто против шуликов и воров выдвинул лозунг был Болдырев. Итак, да. Ну, Болдырев это отдельная история. Итак, Михаил, нет ощущения, что все-таки может быть одним из главных лозунгов вот этого второго раунда или третьего раунда должно быть ликвидация вот этого самодержавия, которое воспроизводит все время. То самодержавие Ельцина, оно такое немножко под шофе, разухабистое, с загогулиными. То сейчас гибистское самодержавие Путина, но следующее самодержавие может быть с другими интонациями, но от этого никому легче не будет. При любом самодержавии не будет выборов, не будет свободы слова, не будет нормальных судей, потому что Конституция самодержавная. Нет ощущения, что вот в консерватории что-то надо поправить. Это может быть собирательной идеей. Я начну вот с чего. Я бы попросил собравшихся не трогать прах Бориса Николаевича Ельцина, потому что этот человек, это не человек, который построил вот то, что сейчас, а этот человек, который дал нам всем свободу вместе с Горбачевым. Это первое. Второе. Я не склонен говорить о том, что вот если у нас будет хорошая Конституция, то и сразу все проблемы решены. По-моему, это абсурд, это иллюзия. Задайте себе вот каждый из присутствующих простой вопрос. Давайте сейчас, пускай у нас президентом будет Дмитрий Анатольевич Медведев, да, вот как он был 4 года, а премьер-министром будет Владимир Владимирович Путин. И мы поменяем систему, парламентскую систему. Вот в стране будет парламентская система. Задайте себе вопрос, изменится что-то в стране или нет. Я утверждаю, что нет, потому что все зависит от, в данном случае, от лидера. Россия такая страна, которая всегда ориентируется на лидера, на царя. Вот кто будет царем, это быстро определится, это все свита сыграет, значит, вокруг кого будет так называемая элита, в кавычках, да, группироваться. Народ быстро почувствует элиты следующего уровня, потом элиты следующего уровня. Вся эта номенклатура быстро поймет, кто здесь главный. И начнет, и мы тут же воссоздадим ту самую систему, которая была при Ельцине, которая была при Путине. То есть вы утверждаете, что конституция, законы не важны, важна социальная психология, которая воспроизводит самодержавный вид. Здесь нужно, что здесь пройдут долгие-долгие годы, пока в народе возникнет ощущение того, что править нами должен не какой-то лидер, сам царь или Путин, а должен править закон. Должны быть законы в стране. Так вот и предлагается поменять законы. Законы могут влиять, они могут быть самодержавными. Если это законы, то отношение к этим законам не изменится. Мы поменяем законы, а народ, вы просто поговорите, я в данном случае, я в данном случае, как представитель избирателей, в роли выступая здесь, я вам говорю, что в народе говорят так, что какие бы вы законы ни написали, законы в нашей стране не обязательны к исполнению. Потому что есть люди, для которых они обязательны. Тем не менее, конституция, есть закон о выборах. И когда мы, Михаил, когда мы, так сказать, говорим об избирательном законодательстве, тем не менее, так сказать, ну вот есть 7%, и допрыгни. Вот есть закон, который требует, я совершенно не согласен с вами, потому что вот есть закон, который требует 2 миллиона подписи собрать. И когда эта задача ставится под Новый год, так сказать, в новогоднем салате набрать 2 миллиона подписи, это закон, который невозможно выполнить. Поэтому законы имеют значение. Еще какое значение? Они делают что-то возможным, что-то невозможное. Когда президент по закону нашему, по конституции вообще ни за что не отвечает, но абсолютно все может, вот он все может, но ни за что не отвечает по конституции, то это, извините, это самодержавие, которое заложено в конституции и в законах. Вы знаете что, вот я в данном случае поддержал бы Илью Пономарева. Я как рядовой избиратель могу сказать, что я проголосую на президентских выборах за того человека, который скажет вот эти простые слова. Я прихожу временно на пост президента и буду президентом до тех пор. То есть моя главная задача и цель моего прихода на этот пост, это изменить избирательное законодательство. Жириновский говорит каждый день, последние 20 лет. Это изменить избирательное законодательство, это объявить новые выборы. Нашего сетезрителя, который пробивается, уже вторую минуту пробивается, звонит Юрий Васин. Он у нас еще на связи или уже ушел, ему надоело? Какая у нас ситуация со звонком? У нас было несколько звонков, которые я просто не хотел перебивать. Так, да, пожалуйста. Во-первых, вам придется проголосовать за Сергеем Мироновым, потому что он позавчера сказал ему о заседании государственного. Давайте ответим. Давайте ответим ему. Так. Можешь с видео отвечать? Так. Ну, сейчас. Нет, у нас... У него потянет. Так, а у него, так сказать... У него нет видео, но есть аватарка. Это мы. Хорошо. Да, это мы. Ну, и так, Юрий, вы нас слышите? Алло. 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 Ну, тяжело, связь, конечно. Нет, ну, у нас были постоянные разговоры по скайпу. Нет, на разных районах, даже в Москве, я вам разно. Алло, алло. По скорости. Ну, давайте не будем мучиться. Если можно, мне отвечу. Да, пожалуйста. То есть, в глухих деревнях, да, то есть, очень много по ним езжу. Никакими вот этими идеями, там, свободы, демократии и так далее, то есть, людей не увлечь совершенно точно, да. И вообще, за пределами Москвы эти идеи вообще волнуют довольно маленькое количество населения. Людей волнует другое. Их волнует то, что у них украли деньги на капитальный ремонт, из-за этого крыша течет, да. Их волнует то, что разворовали деньги на строительство дороги, из-за этого невозможно проехать нигде, да. Их волнует то, что не строится уже 20 лет в стране никаких новых дорог, из-за этого пробки на улицах, да. Вот что людей волнует прежде всего, что самолеты падают, да. И поэтому самое, на мой взгляд, страшное преступление 90-х годов и потом 2000-х, да, что постоянно говорятся слова про свободу и демократию, и каждый раз становится все хуже и хуже, и люди вообще не понимают, что такое эти выборы. И главный ключ к тому, чтобы вот это противоречие было разрешено, это, конечно, система, да, то есть, это конституция, которая закладывает основы этой системы. Давайте посмотрим на опыт, там, Америки, да, то есть, которая являлась там первой страной вот такой вот классической демократии, как мы ее знаем сейчас. Там тоже первоначально первый проект конституции, просуществовал там десятилетие, был неудачным, да, и был в итоге отменен, была принята вторая конституция, которая держится до сих пор. И корнем в ней заключалась одна простая вещь, что система имеет вот этот вот потенциальный минимум, да, к которому она возвращается. Может прийти любой лидер, достаточно радикальный, отклонить от центра, но она неминуемо вернется вот это срединное положение. Был в истории Америки и маккартизм, и много всего было, но она возвращается в это срединное положение. И Россия на самом деле, как страна, должна взять этот опыт, потому что более сейчас индивидуалистичного общества, чем у нас, нету, да, мы все время говорим, что мы коллективистская страна. Да ничего подобного. «Ни бог, ни царь, ни герой даст освобождение нашему народу». Вот четко выстроено, когда вы говорите про верховенство закона, да, то есть именно я про это же самое говорю, но это должны быть такие правила, которые независимы от личности, принципиально независимы от личности. Чтобы их установить один раз, да, нужна личность, которая будет более сильной в этом смысле, чем Борис Николаевич Ельцин и найдет себе мужество изначально выстроить систему на демократических принципах. Вот мы здесь вот в этом самом помещении проводим оргкомитеты митинга, да, там широкие, да, и у нас есть узкий там оргкомитет митинга, да, и там нас постоянно пытаются вбить клин, не получается, да, потому что все равно мы мыслим вместе, но тем не менее. Вот опыт совместной работы, как бы это было неприятно, какому бы это бардаку не вело, но опыт совместной работы, совместного выработки решения, совместной выработки вот этой вот самой системы. Это является самым важным сейчас. Мне кажется, именно это должно нас объединять. Сергей, пожалуйста. Ну, к вопросу о консерватории. Да, наш ответ, да. Но просто я еще раз призываю к тому, ну, мы, впрочем, ведем, знаете, типичный такой российский разговор. Начали с того, что украли голоса, вышли на проблемы таких глобально-исторические. Но если вот на них отвечать, то я считаю, да, менять надо систему. Но тут очень разные точки зрения. Явлинский идет с этой идеей на выборы? Ну, конечно, мы же об этом заявили. Но просто я хочу вам сказать, что это не идея даже президентских выборов. Это идея, которую нужно тщательно готовить. Это, если продолжать вот эту аналогию, это вот 15-й заключительный раунд. Вот наша точка зрения состоит в том, что одна из главных проблемы России, то, что у нее была разорвана история с разгоном учредительного собрания. К власти пришли преступники, и они, по сути дела, правят до сегодняшнего дня. Ну, это наша точка зрения. Это наша, это наша точка зрения. Нокаута можно в первом раунке. Значит, Сергей, я просто хочу, я еще не ответил, пожалуйста. Я просто хочу сказать, просто хочу сказать, что на самом деле есть вещи, которые нужно делать уже сейчас. Уже сейчас. Это система сдержек и противовесов, отвечая на вопрос о личности. Почему в Америке, так сказать, президента, хотя он является действительно там обладающий огромной властью, но его не так боятся, и он ведет себя по-другому. Потому что есть сдержки и противовесы. Для создания системы сдержек и противовесов в глобальных, вот таких глобальных, не надо ждать всего и сразу. Можно делать постепенно. Один пример. Вот мы были в Думе, это третья, по-моему, Дума. Мы с гигантским трудом вместе с Казазюгановым и с другими провели в первом чтении поправку об институте парламентского контроля. В конституцию поправку в первом чтении провели. Если бы эта штука работала, уже бы атмосфера была бы в стране другой. Я могу сказать, что если бы в первой Государственной Думе был принят закон о создании общественного телевидения, то ситуация, с которой я выходил, я собрал 137 голосов, то ситуация бы изменилась. Поэтому все-таки правила игры имеют значение, они влияют на... Кстати, порад посмотреть, провели митинги, как ведут себя наши цари, как считалось. У меня есть конкретное предложение ко всем участникам этого разговора. Илья к вам, Михаил к вам и Сергей к вам. Значит, мы в принципе уже с несколькими участниками экспертизы договорились о том, что мы начинаем просто вот в прямом эфире, как у нас было собрание инициативной группы, в прямом эфире, без цензуры, без купюр, обсуждение конституционной реформы страны. Потому что, ведь понимаете, когда власть в России меняется, иногда меняется внезапно. И когда мы приходим, так сказать, к ситуации, что вроде бы как что-то поменялось, а у нас за душой ничего согласованного нет, это бывает плохо. И начинаем думать, вот как тут на бумажке написать новый закон и так далее. Возникает проблема, возникает разрыв, отсутствие преемственности власти и так далее. Неприятная довольно вещь. У меня есть предложение к Яблоку, к Справедливой России, к объединению избирателей, да, к Московскому или Всероссийской ассоциации избирателей. Давайте, ну, может быть, начиная со следующей недели, а всерьез уже после Нового года, договоримся о том, чтобы, ну, например, еженедельно, рутинно, спокойно вот в этой студии собирать. Вот есть Михаил Краснов, совершенно блестящий юрист, так сказать, специалист в области конституционного права. Есть еще, есть Тамара Морщакова, есть в Яблоке совершенно замечательные юристы, есть тот же самый Виктор Леонид Шейнис, который хорошо понимает, что такое конституция. Есть другие люди, которые хорошо понимают, как влияет конституционное обустройство России. Давайте это сделаем. Давайте искать. Мы только за. Только за. Окей, предложение. Я могу сказать, я уже такую дискуссию начался в живом журнале, у меня как раз еженедельно идет дискуссия на таком достаточно простом уровне, то есть, и я в связи с этим вношу, как бы, дополнительное предложение, я, конечно, за, но я предлагаю делать еще маленькую аудиторию, которая бы составлялась из тех людей, которые вот в таких сетевых обсуждениях проявляются самыми активными, для того, чтобы они могли прийти и вот на уровне непрофессиональных вопросов, тем профессионалам, которые будут собраны в области конституционного права, да, то есть задавать вопросы и вот пинать. Практика показала, вот последние два совещания инициативной группы, что в эту маленькую студию входит порядка 200 человек. Поэтому, так сказать, конечно, конституционалистов... По очереди хотя бы. То есть, учрительное собрание будет создано по факту. Да, поэтому вы, пожалуйста, приглашайте всех, весь свой ЖЖ, ну, я понимаю, что вы многотысячник, приглашайте весь свой ЖЖ, пожалуйста, мы поставим стулья, будет участвовать, это будет все в прямом эфире для того, чтобы было понятно, как это создается. Может быть, мы так отремонтируем. Михаил, как вы думаете? Да, это хорошая идея, я поддерживаю то, что сказал Илья, это замечательная идея. Да, окей. Почему нет? У меня... Чего не фуарно было? Да, нет, открыто, понимаете, вот на самом деле, общественное телевидение, чем хорошо, что, так сказать, вот... Нет, ну, в принципе, в принципе, конечно, можно выйти и пошушукаться. У нас в коридоре трансляции нет. А здесь все в прямом эфире, пожалуйста, обсуждайте, до чего договоритесь, то и будет. У меня есть два вопроса для каждого эксперта. Пожалуйста, сделайте нам на экран эти вопросы. Вот два вопроса. Прогноз. Митинг на Сахарова будет более или менее многочисленным, чем на Болотной? Это к вопросу о настроении. И второй вопрос. Все-таки Путин въедет в Кремль 4 марта? Ну, такой немножко наивный вопрос, но тем не менее. Пожалуйста, Сергей, ваши ответы на оба вопроса. Ну, я коротко скажу. Первый, думаю, не менее. Скорее более. Не менее. Не менее. Второй вопрос. Зависит от нас. От нас всех. Окей. Михаил, ваша оценка? Ну, митинг на Сахарова будет, конечно, более многочисленным, чем был митинг на Болотной. Могу вам сказать, как специалист просто по митингам. Да, это очень важно. Я могу сказать. Там удобнее, там метро рядом. Значит, я единственный в рассылке солидарности, единственный человек, который говорил о том, что на митинг на Чистых прудах 5 декабря придет 10 тысяч человек. Все надо мной смеялись. Тем не менее, их было 10 тысяч. После этого мне стали более-менее... Сколько была ваша оценка, поскольку вы у нас в стране? Моя оценка такая. Я говорил о том, что на митинг на Болотной придет 100 тысяч человек. Я был посрамлен, потому что там было 120 тысяч. И, наконец, я могу сказать, что митинг на Сахарова будет более многочисленный. Я думаю, что это будет где-то от 150... Ну, ладно, 150 тысяч. Примерно так. Что касается 4 марта, я согласен с Сергеем Иваненко, все будет зависеть от нас. Я не сторонник давать прогнозы, вот такого рода, просто гадать на кофейной гуще, потому что я нахожусь внутри ситуации и могу как-то на нее влиять. Я могу сказать, что я сделаю все для того, чтобы... Так нет, ну здесь все, ну вот, все абсолютно внутри ситуации. Потому что Сергей в Яблоке просто кандидат в президенты целый. Ну, не я кандидат. Нет, ну в данном случае, ну вы в команде Явлинского, поэтому вы... Нет, самое главное другое, что не только мы. Вот мы-то были всегда в гуще, а важно, что и вот эти десятки тысяч людей теперь в этой гуще. Теперь уже сотни. Это проблема эксперта, потому что эксперт предполагается, что он наблюдает за ситуацией снаружи, да, снаружи и смотрит, что там копошится. Вот он думает, гадает на кофейной гуще. В данном случае я нахожусь внутри. Поэтому я про себя могу сказать, что я сделаю все для того, чтобы Путин в Кремль не въехал. Я думаю, что мы все пожелаем вам и другим успеха в этом деле. Пожалуйста, Илья, ваша оценка. Ну, первое, я думаю, что да, он будет более многочисленным, вне всякого сомнения. Второе, я думаю, что да, Путин 4 марта въедет в Кремль и будет обсуждать с Дмитрием Анатольевичем Медведевым последствия, катастрофические для них выборов, и будет обсуждать условия капитуляции. И назначит Миронова премьера. Я думаю, что 4 марта мы все здесь присутствующие вечером, наверное, будем подводить сообща итоги первого тура президентских выборов на площади. Все-таки первого тура? Или вы утверждаете, что он въедет? Потому что это разные прогнозы. Нет, я говорю, въедет, чтобы обсуждать условия капитуляции. Понятно. Физически въедет, да, то есть встретится с Дмитрием Анатольевичем и будет думать, что делать дальше. Ну что ж, это была программа экспертиза. Мы обсуждали, пытались прогнозировать разные раунды, по выражению Сергея Мироненко, развитие ситуации. Извините, ради бога, Сергея Иваненко. Значит, разные варианты развития ситуации, как на это можно повлиять. Договорились о том, что начиная со следующей недели мы начинаем готовить конституционную реформу. Мы все-таки пытаемся что-то поправить в консерватории. И мы давали различные прогнозы, как на ближайший митинг на Сахарова, так и на ближайшие президентские выборы, которые, надеемся, будут последними в биографии господина Путина. Спасибо. До встречи на сетевом общественном телевидении. Спасибо, Сергей, спасибо, Михаил, спасибо, Илья.